Дорогие друзья, привет! В прямом эфире я Ирина Баранова, первая школа биохакинга и полюбившийся вам формат Биохакинг Радио. Сегодня у меня в гостях будет врач-невролог Ольга Лисенкова, и мы поговорим о перенесенной новой коронавирусной инфекции. И вот уже наш доктор Ольга, она точно как швейцарские часы. Отлично, вот и Оля. Оля, привет, рада тебя видеть. Взаимно. Спасибо за приглашение большое. Оль, ну скажи, пожалуйста, грубо в процентах, да, насколько часто с постковидным синдромом в какой-либо форме, но я так понимаю, что все-таки к тебе обращаются именно с неврологическими проблемами, вот какой примерно процент людей, тех, кто переболел, имеют те или иные проявления постковидные? Ну, в твоей специальности, в неврологии или просто в том, с чем ты сталкиваешься? Ну, когда работаешь с людьми, которые приходят на прием, понятно, что если ничего не беспокоило, не пришли, создается впечатление, что 100%. Что практически у каждого есть какое-то слабое место, которое кусает или клюет ковид, и в итоге где тонко там рвется. То есть повреждений со стороны нервной системы много. Ну, нервная система у нас центральная, головной, спинной мозг и периферические нервы, и поражается все. Ну, то есть непонятно, что не у каждого и все, но очень много. Про периферические нервы, я думаю, наслышаны все, это обоняние, это вкус. Помимо этого еще и вестибулярный нерв часто страдает, то есть бывает вестибулярный нейронит с головокружениями, бывает двоение в глазах нередко, вроде бы и нюх вернулся, и уже и вкус более-менее восстановился, а в глазах двоение сохраняется, бывает при поражениях глазодвигательных нервов. То есть вот этого много. Ну, конечно же, вселенская усталость, это, наверное, самый частый повод для обращения. Причем не сразу, а с попытками как-то с этим справиться, но когда понимают, что уже все, сдаюсь, идут к врачу. И нарушение сна. Ну, вот, пожалуй, после тяжелых форм, когда люди именно из стационаров выписались, не дома болели, самая частая жалоба, наверное, на первом месте, это что сна нет вообще. То есть попытки уснуть днем, попытки уснуть ночью, то есть сон очень короткий такой, поверхностный. Вот, пожалуй, самый частый вариант. Фазы сна, скорее всего, нарушены, глубина сна, скорее всего, нарушена, да? А вот ты сказала о периферических нервах. А, например, в плане нейропатии, остеохондрозок и решковых синдромов какое-то есть, ну, усугубление ситуации? Или все-таки больше страдает центральная часть? То есть вот такие обонятельные анализаторы, это же вообще считается одним из самых древних анализаторов, которые есть у человека. Это и наш инстинкт размножения с ним связан, и наш оборонительный инстинкт с ним связан, и многие-многие другие базовые наши инстинкты связаны с обонятельным анализатором. А вот такая периферия, как, ну, глаза двигательные, да, сказала, а если классика, спина, остеохондрозы, тянет руку, синдром лестничной мышцы, это мыша, срадикулит. Вот то, с чем, в принципе, сталкивается современный человек, у которого сидячий образ жизни, который, ну, как бы не сильно посещает спортзал, не сильно много ходит. В эту сторону есть осложнения? И если да, то как они проявляются? Осложнения есть, и обычно те люди, у которых уже были какие-то проблемы в этом плане, они замечают обострение и усиление. Но здесь сказывается как сама инфекция, так сказывается и мощный стресс, связанный с собственной болезнью, либо там параллельно, как правило, родственники болеют, переживают за них. То есть сам стрессовый фактор еще влияет. Насколько тут чего больше обострения имеющегося, либо появления новых симптомов оценить сложно на фоне коронавирусной инфекции. Что касается периферии, такой как полинеэропатия, Ну, конечно же, диабетики наши, они, наверное, и болеют тяжелее, чем все остальные. И осложнения, иногда они узнают о том, что у них есть полинеэропатия именно после коронавирусной инфекции, потому что тут и побочка от лечения, и прямое повреждающее действие вируса. То есть у каждого свой набор. Много, много, конечно, этого сказать в процентах сложно, потому что если черепно-мозговые нервы, когда страдают, люди это четко видят, четко понимают, что это связано с коронавирусной инфекцией, и обращаются. А когда какие-то симптомы в ногах, многие порой даже не знают, к кому идти. То ли мне к хирургу идти, то ли мне к флебологу идти, то ли к неврологу. К картопеду, да, кому угодно. И не знают, что это. Начинают УЗИ вен делать, там все до кучи проверять, и прежде чем доберутся до невролога. Да, по опыту наших флебологов, у нас в сети клиник есть флебологические клиники, и по опыту наших флебологов скажу, что боли в ногах абсолютное большинство людей почему-то расценивает как боли в венах. У нас огромное количество так называемых непрофильных пациентов, то есть пациенты, которые приходят на прием к сосудистому хирургу, флебологу, думая, что у них боли в венах. И для наших хирургов эти пациенты являются непрофильными, потому что у них действительно либо это нейропатия, либо это остеоартроз какой-то, либо это остеохондроз. И вот такие поражения опорно-двигательного аппарата. Но, естественно, человек не понимает. Неплохо уже, что к любому врачу дошел. Доктор хотя бы перенаправит. Да, уже здорово, что куда-то хотя бы дошел. По поводу стресса очень хочу у тебя поинтересоваться. Твое мнение усугубляет, ну, то, что усугубляет, наверное, очевидный факт, насколько и как усугубляет ситуацию нагнетания обстановки, накручивания людей и вот то, что происходит у нас. Транслирование в средствах массовой информации, в интернете, вообще во всех абсолютно источниках. Потому что, если мы говорим о людях, ну, наверное, 60+, то для них телевидение является очень серьезным источником информации. Для них существует такой термин «раз по телевизору сказали, значит, это так и есть». Они не могут признать тот факт, что и не хотят в это верить, что не все, что говорят по телевизору, правда. Что, как это, Малышева, там, за деньги рекламу препаратов? Нет-нет, ну, что это, там, святой человек. Вот, то есть люди реально из советских времен пришедшие, для них телевизор – это закон. Для многих людей в молодежной среде, ну, в принципе, в которой мы и мы себя относим, да, блогеры, даже мы с тобой. Вот мнение блогера – это вот все, вот кто-то так сказал. И, конечно, существующее в инфополе вот эта вот матрица информационная, которая просто на нас давит, на нас разрушает, ну, я однозначно считаю, что она и на тяжесть состояния влияет, и вообще на сам факт того, что кто-то заболевает, кто-то не заболевает, да, потому что, ну, я так считаю, что наш иммунитет, он в том числе и от нашего психоэмоционального состояния зависит. Вот расскажи свой опыт. Если мы… Ну, даешь ли ты совет своим пациентам из разряда «Не читайте советских газет перед обедом», то есть рекомендаешь ли ты рекомендации по снижению своего участия вот в этой информационной атаке или, по сути, тем, кто уже переболел, им на информационную атаку все равно? У меня вот буквально на днях была пациентка, которая мне сообщила, что она много тревожных сообщений слышала в социальных сетях, и да, действительно, она заметила, что даже из кухонного окна видно, что летают самолеты и что-то сбрасывают. Ну вот настолько бывает, люди верят в то, что… На самом деле в социальных сетях, как мне тоже многие говорят, много информации, что вот самолеты – это сейчас прямо топчик, что нас травят. И люди, многие, ну, казалось бы, взрослый человек, серьезный, работающий, не старый, глубоко вот таким образом реагируют. Она понимает, что здесь что-то нечисто, и в то же время у нее вот, ну, можно сказать, психическое расстройство уже сформировалось. Пациенты, которые возрастные, я многим прям прямым текстом говорю, продайте телевизор, отдайте его там, не знаю, просто выключите, ну, если у вас нет духу просто его выключить и не смотреть, лучше от него избавиться. Ну, многие рекомендацию воспринимают, ну, вроде, а что мне делать тогда? Ну, книги читайте, если зрение вам позволяет. Если молодые пациенты, то да, есть много очень групп в тех же социальных сетях, которые вот конкретно по данной тематике. То есть человек в эту группу зашел, и вот он там смотрит, все это читает каждый день, он этим пропитывается, и потом уже ни о чем другом думать не может. Тоже уходить из этих групп, ну, уйти в другую группу, в какую-то позитивную, которая... Куройки и шитья. Куройки и шитья. Да. Больше будет долго. Лепки-лепки из пластилина, керамической посуды, раскрашивание акварелей, картины по номерам, вышивка крестом. Реально, друзья, пользы больше здоровью, нервной системе в особенности, потому что, да, мы... У меня у самой, честно говоря, уже желание... Ну, я так потихоньку отписываюсь, но я в силу того, что я очень переживаю вообще за события, вот за все эти, которые у нас сейчас происходят на планете, не то что даже в России, на планете, да, я все равно там за ними приглядываю, послеживаю, вот. Но, конечно, действительно хочется изолироваться от этой информации. Изолироваться не получится, но снизить эту нагрузку нужно обязательно. Не знаю, наверное, да, составьте себе, что ли, тайминг, сколько вы читаете про это, и потом в семь раз больше нужно положительных эмоций, чтобы перекрыть негативные. В наших пословицах, поговорках, очень часто встречается число семь, да, семь раз отмерь, один раз отрежь, там, семь раз ложкой, или семеро одного не ждут, и так далее. Поэтому в семь раз больше уделите времени вышиванию, кройке и шитью, и какой-то положительной вообще информации о вас, о вашем здоровье и об окружающем мире. National Geographic, какие-нибудь там каналы про животных, что-нибудь, да, такое положительное. То есть с медицинской точки зрения инфопродукт мы в качестве триггера и стрессового фактора отрицать не можем. Он очевиден, да, он есть. Следующий мой к тебе вопрос. Очень много сейчас данных приходит к нам от разных исследователей, что, ну, то, что мы уже по факту привыкли называть постковидом, далеко не всегда является постковидом, а является лонгковидом, в том числе первично хроническим течением, потому что ведь мы тоже знаем ситуацию, когда пациент либо как бы не болел, либо болел вроде бы как бы вот совсем не тяжело, легко-легко, но какие-то изменения есть. И говорится о том, что вирус является плеотропным, то есть он имеет множество тканей, которым он имеет своё сродство. В первую очередь это клетки кишечника, кишечного эпителия, и в том числе это различные нейроны и проводящие пути. И именно поэтому, да, как говорят некоторые исследователи, мы имеем поражение периферии в виде обоняния, в виде... И даже не факт, что это периферия, да, это может же быть и анализатор, сам повреждён. Ну вот обоняние и вкус. И хочу услышать твоё мнение. Как ты считаешь, есть ли истина в этих словах? И, ну, просто твой врачебный опыт. Понятно, что пока ещё таких вот 100% достоверных подтверждений, что он живёт и размножается там, в нейронах, мы не нашли. С кишечником там всё просто, да, там ДНК в калии высевается, и всё, вот оно, подтверждение. А с нейронами не так всё легко. Мнение практического врача. Существует ли лонг нейроковид, назовём так, не знаю, есть такой термин или нет, но пусть сегодня он будет. У меня складывается впечатление, что всё-таки есть. Причём пациенты, которые перенесли в лёгкой форме, они чаще жалуются на состояние очень длительное вселенской усталости, когда вроде бы, ну, пропал нюх, потом он вернулся. Человек даже, допустим, не испытывал повышения температуры тела, у него не было кашля, каких-то других симптомов, и даже лёгкие не проверял, там, вроде бы, легко оделся, но потом возникает вот некое состояние длительной слабости, усталости. Это много обсуждается у нас и во врачебных чатах, врачи, как люди, которые контактируют много. И, опять же, у нас и статистика там своя какая-то есть личная. Да, складывается впечатление какой-то, вероятно, персистенции, может быть, вируса, о том, что он продолжает действовать достаточно долго. Как интерпретировать, непонятно, потому что должна быть большая статистика, какие-то масштабные клинические исследования. Когда мы их дождёмся, непонятно, кто их будет проводить, как их будет проводить, тоже непонятно, и кому там, и нужно ли это кому-то на данном этапе. Но складывается впечатление, что да, потому что стойкие болевые синдромы, например, склонен был человек к каким-то мышечным болям, может быть, даже в силу офисного труда. А тут идёт какая-то симптоматика по типу миозитов длительных. У меня были пациенты, которые по 2-3 недели на больничных, и нет такого хорошего эффекта на те же банальные нестероидные противовоспалительные, которые должны эту боль быстро оборвать. То есть хорошие дозировки, хорошие препараты, эффект минимальный. То есть у людей болит, 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 причём они приходят не сразу, они приходят сначала пытаются самостоятельно как-то этот вопрос решить. В итоге они на больничном, и у меня было несколько случаев, когда это заканчивалось тем, что устанавливался ревматологический в итоге диагноз, и пациент перекочевывал от меня к ревматологу на наблюдение, и менялся диагноз, менялась тактика лечения. То есть уже там не просто противовоспалительные препараты, уже какая-то серьёзная терапия системная. Как это интерпретировать? Или у человека уже были предпосылки, и коронавирус – это вот такая последняя капля. Или это дебют на фоне, или же это обострение чего-то имеющегося, и может быть там недостаточно аналога. Или это всё-таки прямое повреждающее действие вируса, и, допустим, генетика тут в меньшей степени заинтересована. Ну, непонятно. Ну, по поводу ревматологии, я сама как аутоиммунщик ревматологического характера, я считаю, что ревматологические проблемы однозначно имеют место быть, и что ковид является триггером запуска аутоиммунных процессов. И понятно, что есть некая генетическая предрасположенность, но каковы шансы встретить на улице инопланетяне? 50 на 50, да, или встретишь, или нет. Так и здесь. Мы же условно говорим, что у человека, там, например, согласно его генетике, шанс заболеть ревматоидным артритом, ну, какой-то условный, 80%, к примеру. Но по факту мы никогда не знаем, заболеет этот человек или не заболеет. То есть это всего лишь или да, или нет. Орёл или решка, третьего не дано. Но ревматологические диагнозы, официально не относясь к аутоиммунным заболеваниям, по факту являются аутоиммунными заболеваниями. Потому что это уничтожение собственных тканей, уничтожение собственных клеток. Это формирование антител к своему собственному организму. Это течение асептического, чаще всего, воспаления. Мы не говорим, конечно, о бакондокардите. Мы говорим о ревматоидном, о ювенильном ревматоидном и о других заболеваниях, которые по факту классическая медицина описывает как идиопатические, то есть заболевания неизвестной природы. И есть еще одно аутоиммунное заболевание, оно, конечно, к неврологии не имеет прямого отношения. Но, как и все в организме между собой связано, это аутоиммунный тиреоидит. И вам любой эндокринолог скажет, что рост аутоиммунных тиреоидитов за последние полтора года колоссальный. У нас есть очень классный проект «Читовидка». Он будет проходить у нас в декабре, как всегда традиционно. И я знаю, что мы всегда на него собираем большое количество слушателей и уверена, что в этом году их будет рекордное число, потому что аутоиммунные тиреоидиты приобрели даже те, кто о них знать не знал, слыхом не слыхивал и даже не предполагал. Поэтому то, что ты рассказываешь, что пациент приходит к тебе как к неврологу, к невропатологу, и вдруг оказывается, что это аутоиммунный ревматологический процесс, на самом деле, конечно, этот аутоиммунный процесс касается всего и костей, и суставов, и нейронов, и проводящих путей, и нейромышечной передачи, потому что там качество синапса и качество импульса будут тоже страдать. Очень много проявлений, нет ничего изолированного в организме. Все вместе существует. Поэтому, друзья, если вдруг у вас обострились какие-то проблемы с суставами, появились миозиты, появились фибромиалгии, или они усилились, или они стали более стойкими, или это приобрело как какую-то дополнительную окраску, дополнительную симптоматику, то совершенно не исключено, что это может быть связано с новой коронавирусной инфекцией, в том числе с перенесенной в легкой форме, даже если как бы вы этого и не заметили. Или вам казалось, что вы там переболели один-два дня, или вообще не болели. Скажи, пожалуйста, несколько практических советов. Ну, понятно, что ты не можешь там сейчас подробно все рассказать, но кратко. Вот глобально самая частая жалоба – это астенический синдром. То есть утром встал, уже устал, нет сил ни на что, нет желания жить, не хочется ничего, не хочется ничего делать. То есть помимо астении, еще есть там какая-то апатия, какая-то психологическая астения, психостения, то есть не просто физическая, а еще и психоэмоциональная. Возможно, какие-то дашь простые советы? Я обычно пациентам всегда предлагаю понять, а чего же вам не хватает. Чего же вам не хватало изначально, если такие вы осложнения получили, такую симптоматику. То есть я предлагаю проверить, ну, банальные какие-то дефициты выявить. Сначала я рассказываю, точнее, спрашиваю ему анамнез, чтобы понять, в какую сторону копать. Ну, например, если человек мне говорит, да, я знаю, у меня там железодефицит на анемии, я там с ней живу много лет, но тут, как говорится, все понятно, очевидно. Либо там какая-то кровопотеря частая, эндометриоз с обидными менструациями. То есть вот эти вещи очевидны. Спрашиваешь, сдавали ли вы там когда-нибудь анализ на витамин D, принимали ли вы его когда-нибудь. Меня радует, что очень многие молодые люди, особенно те, кто не курящий, которые там ходят в спортзал, занимаются, они, как правило, говорят, что да, я принимаю то, все, пятое, десятое. И меня вот это реально радует. Меня это прямо радует. Чего нельзя сказать о людях среднего возраста, старшего возраста, в основном все-таки это молодежь. И, то есть, моя задача пациенту рассказать, что да, скорее всего, у вас есть дефициты, за период болезни вы их углубили, то есть вы свои заначки, если не были, потратили. И начинаем с этого, с простого. И возможно, что даже восполнение, не знаю, там банального дефицита железа, у вас уже по-другому закрутится метаболизм, уже вот этой вселенской усталости не будет. Потому что, как говорит один профессор-невролог, что от железа очень сильно зависит выработка синтеза дофамина в головном мозге. То есть это не просто гипоксия, когда анемия есть. Потому что бывает так, что анемии-то нет, а есть дефицит железа. Это нарушение выработки дофамина. И вот вам, пожалуйста, наш гормон памяти. И человек становится рассеянным, он не может делать банальную работу, которую он раньше делал на автомате, просто какая-то рутинная работа. Он вынужден прилагать усилия, чтобы сконцентрироваться вообще на какой-то простой повседневной деятельности. Вот, пожалуйста, как может работать дефицит только одного. Если дефицит множественный, то другой момент. Это первое. То есть я рекомендую людям обратить на это внимание, этим озадачиться. И второй момент. Не пытаться прыгнуть выше головы. То есть если вы понимаете, что всё, вот предел адаптации, то есть я вот никакой, я уже даже до врача дошёл, такие приполз, дайте себе отдых. То есть дайте себе возможность, хотя бы неделю изыщите для того, чтобы вы занялись собой. Проверили, что в конце концов у вас с организмом происходит и что-то вы в этом направлении предприняли. Это вот минимальные советы. Но, конечно же, ограничить информационную нагрузку, насколько это возможно, психологическую подготовку себе обеспечить. Либо со специалистом удалённо поработать, либо обратиться к кому-то очно на приём, то есть вот такие вот варианты я предлагаю. То есть начать с простого. И тезисно, точнее не тезисно, а прицельно, исходя из того, кто передо мной, там уже дополнительные рекомендации даются с акцентом на имеющиеся проблемы, которые мне уже видны, уже известны. Примерно такая тактика. Давай вернёмся к теме. Да, друзья, снижайте количество углевода. Снижайте количество углевода в вашем рационе, потому что углеводное питание – это провоспалительное питание. Избыток омега-6 в рационе – это провоспалительное питание. А нам нужно А – противовоспалительное, то есть то, что будет способствовать снижению уровня воспаления. И Б – проразрешающее. То есть что такое проразрешающее? Это тот тип питания, те ингредиенты в нашей еде, которые будут существующие воспаления, а оно хроническое, вялотекущее у тех, кто находится в постковиде. И вот это проразрешающее, там, цитокины, к примеру, какие-то факторы иммунного ответа, которые приводят воспаление к физиологическому завершению. Воспаление – это не что-то, существующее в момент времени. Это протяжённый процесс, который течёт фазово. И нам необходимо вести вместе его в правильном направлении. И это хроническое воспаление, как Оля сказала, не снимают МПВС, нестероидные противовоспалители, ни боль они не снимают, не снимают это асептическое, хроническое, вялотекущее воспаление. А снимают его, те вещества, которые восполняют наши дефициты, здоровый уровень белка, здоровый уровень железа, и адекватное питание, адекватные добавки какие-то, которые будут способствовать разрешению воспаления в его физиологический исход. Ну, если мы, например, что такое физиологический исход, что такое нефизиологический исход? Если мы возьмём ожог, человек обжёг руку, там, пламенем или кипятком, у него образовался волдырь, ожог второй степени. И физиологический исход воспаления это развитие нового эпидермиса, здоровой кожи, отсутствие пигментации, отсутствие каких-то видимых повреждений, то есть всё зажило до здоровой кожи. При этом шло воспаление. Воспаление – это норма, это ответная реакция организма. Если воспаление пошло по какому-то неправильному пути, то там сформировался рубец, гиперпигментация, атрофия, какие-то ещё структурные изменения этой кожи, да, то есть пошёл не физиологический процесс, а патологический. Если мы говорим о ковиде, то физиологический процесс – это исход, снижение, постепенное снижение воспалительной реакции, исход какой? Выздоровление. Если мы говорим о патологическом пути воспаления, это как раз цитокиновый шторм. Неконтролируемый синтез цитокинов, которые выбрасываются в огромных количествах, мишеней для них нет, столько вируса нет, они начинают собственные ткани повреждать. Поэтому, друзья, воспалительный процесс – это то, что мы должны учиться контролировать, должны учиться по-своему контролировать врачи, но и вы, как пациенты, должны учиться его контролировать, избегая провоспалительных типов питания, употребляя те продукты, которые будут способствовать физиологическому течению процесса воспаления. Оль, вернёмся к обонянию и вкусу. С точки зрения неврологии. Мне попалась информация, что, например, если выжать сок лайма, если у человека полностью отключить обоняние, а я так понимаю, что отключить обоняние недостаточно только зажать нос, потому что обонятельные рецепторы не только в полости носа существуют, то по вкусу не отличаются от апельсинового сока. То есть если не видеть цвет или если его покрасить, например, и убрать вот этот запах, то человек не отличит от апельсинового сока, от сока какого-то кислого, условно кислого апельсина. И отсюда вопрос, насколько тесно два анализатора, обонятельный и вкусовой, связаны между собой. Обоняние как более древний, мы его способны воспринимать отдельно от вкуса. То есть для нас обоняние это самостоятельный какой-то момент, по которому мы способны сделать выводы. А вот вкус без обоняния существовать не может. И если произошла инверсия обоняния или его отсутствие, то, казалось бы, вкус не должен страдать, а он страдает. То есть не чувствует человек так, как нужно, или чувствует что-то не то, что-то извращенное. Вот с точки зрения самой науки неврологии неврологии, буквально расскажи, пожалуйста, пару слов об этих двух взаимно существующих друг с другом наших анализаторах и о том, ну, какие лично ты даешь рекомендации пациентам по восстановлению обоняния. Ну, помимо дефицитов, нейропротекторов, это мы уже поняли, еще, может быть, какие-то даешь. Ну, здесь в плане взаимосвязи как-то-то вот тезисно в трех словах сложно мне сейчас что-то сформулировать, честно скажу. Но она есть? Она есть, эта взаимосвязь? Нет, она однозначно есть. И считается, что вот когда пациенты говорят, что они не могут есть определенные продукты, например, мясо, яйца, кажется, что тухлятина. Они говорят, мои любимые продукты, я их всегда ел. Но с тех пор, как поменялось обоняние и вкус, или, например, стало восстанавливаться, но извращенное. То есть неприятные привкусы, какие-то неприятные запахи и определенную пищу есть не получается. И люди буквально методом тыка ищут, чтобы им съесть, чтобы их не вывернуло, что называется. И считается, что когда мы начинаем восстанавливать функцию организма, то на всякий случай, так образно говоря, в кавычках, организм воспринимает, может быть, те запахи, которые он чувствует, как негативные для того, чтобы защитить. Все-таки это защита от возможного недоброкачественного какого-то продукта. Возможно, это одна из причин. Что касается восстановления, конечно же, когда мы стали исследовать, что может реально помочь при восстановлении обоняния вкуса, одно из первых, что приходит в голову, это цинк, поскольку цинк непосредственно участие принимает в работе анализаторов и обонятельного, и вкусового. Но насколько мне известно, я там новейшие клинические исследования не смотрела, но вот насколько мне известно, что почему-то такого хорошего, мощного эффекта, который от цинка ожидали, не получили в клинических исследованиях. Что да, его восстанавливать однозначно нужно, потому что он на многие извения иммунитета влияет. Он расходуется, он сильно очень расходуется, потому что цинк-зависимые компартменты, которые синтезируют наш иммунный ответ, клетки иммунного ответа, они действительно истощаются, и цинка просто нет. И некоторые исследователи, да, так и пишут, что цинк зарасходовался на работу иммунитета, и уже до анализатора обонятельного он, или до вкусового, он не доходит. Есть, да, такая версия, она однозначно существует. А в клинической практике ты сама видишь оцинка эффект? Ты назначаешь его? Я назначаю, не могу сказать, что у меня много людей, которые бы вернулись, которых я могла бы пронаблюдать. Видимо, когда уже повреждение произошло, анализаторов обонятельных, сам факт восстановления, поднятия до нормы цинка, он уже чудес не делает, хотя это, безусловно, поднимать-то нужно. Потому что уже какое-то повреждение произошло. И наибольший эффект показан на восстановление обоняния от гимнастики обонятельной. Но это прямо муторная такая, должна быть методичная работа ежедневная. И только со знакомыми ароматами, которые человек способен представить. То есть берётся обычно 3-4 эфирных масла, запах тот, который чётко человек знает. Ну да, то есть если знаешь лаванду, бери лаванду. А если там какая-нибудь маракуйя тебе совершенно незнакома, маракуйю брать не надо, друзья. Берите сосну, как пихту, лаванду, мяту, то, что знакомо, бергамот, лимон, апельсин, кстати, да, цитрусы уж точно, я думаю, всем знакомы. И что, по очереди нюха тёпленьким в ладошках, да? И вот эти вот вещи. Плюс витамин А. Ну, витамин А – это такая вещь, которую можно передозировать, поэтому здесь, что называется, должно быть всё в разумных дозах, и там без фанатизма не надо его есть пачками в надежде, что вот у меня прям сейчас нюх вернётся. То есть витамин А показал положительный эффект в лечении нарушений обоняния. Со вкусом всё сложнее. Ну, а поскольку они тесно связаны, понятно, что при улучшении обоняния, соответственно, и вкусовые качества они по-другому будут восприниматься. А вкусовая гимнастика показана? Рюмашку текилы, рюмашку виски. Ну, есть методика, допустим, в восточных кухнях, китайская кухня, тайская кухня, когда должно быть много вкусов. То есть должно быть и кислое, и сладкое, и солёное, и горькое, и острое. И, то есть, стимуляция разных рецепторов. Возможно, что какая-то такая тренировка, она и полезная, то есть какой-нибудь греческий салат, например, когда там на разные вкусовые рецепторы можно повоздействовать. Но здесь главное не увлекаться, чтобы не получалось, что тренировка вкуса превратится... В жорство или алкоголизм. Да. И, соответственно, помимо восполнения дефицитов, чаще всего гимнастика обонятельная. Препараты какие-то... Многие пациенты просят, дайте мне что-то наотропное, вот прям, чтобы у меня там мозги восстановились, нервные клетки восстановились. Ну, нету ничего, что доказало бы свой эффект. Какой-то железной доказательной базы нет. Хотя очень многие производители разных препаратов провели клинические исследования, но они не масштабные, они такие вот немногочисленные по выборке и непродолжительные по времени, чтобы сказать, что да, это работает. Ну, в итоге врачи говорят, многие, я это сама слышу и читаю в чатах врачебных, что вот я пробовал на своё, так сказать, постковидное состояние, то или иное, вот это, вот это, ну, вроде бы мне стало полегче, ну, давайте попробуем вам сделать там то же самое. То есть вот лечение эмпирическое, по сути. Ну, нейропротекторы в целом, в целом, если мы говорим вообще о нейропротекторах, будь то витамины, или будь то антиоксиданты, или будь то структурные элементы мембран, потому что группа нейропротекторов, да, она гигантская там, всё что угодно можно там в том или ином виде к нейропротекторам отнести. Они же будут работать и на периферию, то есть и на центральное, да? В любом случае, если невролог назначает какие-то нейропротекторы, то я думаю, что стоит с этими назначениями соглашаться, потому что очень многие витамины являются нейропротекторами. Группа В, она там практически... Могголая. Да, альфа-липоевая, совершенно верно. Я тоже её очень люблю. Она ещё и, как это, капельница красоты. Мы очень любим альфа-липоевую в инъекциях. Ну, капельно, прямо такой очень позитивный для нас препарат. Получаем очень хорошие эффекты и в эстетической медицине, и вот в ковидном восстановлении. А скажи, как ты считаешь, вот из тех витаминов, например, которые мы условно относим к нейропротектору, ну, пусть там, да, та же группа В или там та же альфа-липоевая, как антиоксидант, что вирус съедает, что он подъедает, или, скажем так, что очень сильно расходуется, какие именно из этих веществ затрачиваются во время болезни, во время, или в процессе реабилитации, в процессе восстановления. Это, ну, может быть, там, я не знаю, В1, или, может быть, наоборот, В12, то есть что-то, как ты думаешь? Или всё потихонечку одинаково, или, опять же, зависит от того, что было в дефиците, то и упадёт ниже плинтуса? Вопрос сложный, потому что реакции по витаминам группы В, они взаимодополняющие. Вот, например, там ту же тёктовую кислоту её тоже расценивают, как имеющая некое витаминоподобное действие, и она вот хорошо в сочетании с витаминами группы В всегда работает вместе. Сказать, что что-то конкретное больше расходуется сложно. Наверное, зависит во многом от пациента. Например, если мы возьмём диабетика, у которого априори В1 в дефиците, если этот человек диабетик, ну или даже не диабетик, кто принимает метформин, там, понятно, будут дефициты и по В12, и по магнину, и по всей группе В, то он, скорее всего, потратит остатки. Если мы возьмём, например, алкоголика, у которого тоже В1, и больших, даже до кучи весь права, и дефициты другие, то, да, а группа алкоголиков, диабетиков, это очень многочисленные группы нашего населения, к сожалению. Если брать людей, не имеющих этих патологий, тоже как-то вот сложно оценить, по какому пути пойдёт болезнь, какие слабые места, что придётся расходовать больше. Но в любом случае, витамин D, как витамин, который уже доказанно имеет значительное влияние именно на противовирусный иммунитет, он однозначно... Вообще, на самом факте, заболеет человек или нет. Просто если открыть там тот же подмет, там по витамину D, то есть если у человека витамин D выше 50, шансов на летальный исход, к счастью, практически нет. Друзья, витамин D – наше всё, и это наш прям самый-самый-самый главный иммунопротективный витамин. И степень тяжести, попадание в реанимацию, попадание на ИВЛ, на ЭКМО, оно очень сильно коррелирует с уровнем витамина D. Таких исследований очень много, и витамин D хотя бы выше 50 уже практически гарантирует, что человек не умрёт. Кто ещё не знает свой уровень витамина D, бегом в лабораторию исследовать, и бегом на сайт первой школы биохакинга, где есть бесплатный абсолютно вебинар про витамин D, и всем советую, конечно же, его посмотреть. Оль, ты сколько пьёшь витамина D, сама расскажи? Я 5 тысяч пью на данном этапе и мониторю, ну, самое малое раз в полгода витамин D. Сколько у тебя уровень? Поделись, поделись нами конфиденциальной информацией. В январе был 80, в июне, несмотря на приём в той же дозе, 76 у меня был витамин D. Ну, это может быть погрешность лаборатории, не без этого. В любом случае, я тебя поздравляю, это отличный уровень, который практически гарантирует, что ты точно выживешь, заболев. Ты, кстати, болела сама или нет? Да, то есть у меня был период, когда я как раз в самом пекле была, когда у меня заболел муж, и я ухаживала за ним, находясь, ну, практически два месяца ежедневно в областной больнице. Ну, что такое областная больница? Это лучший способ поймать коронавирус. И я контактировала постоянно, то есть я считала даже, сколько людей из отделения, там, за две недели 15 человек, она считала, которых перевели в ковид-госпиталь, в том числе и с той палаты, в которой я каждый день нахожусь, ухаживая за мужем. И у меня, да, в какой-то момент я обнаружила, что я не чувствую запах. Это всё, что было со мной. Вот реально у меня больше никаких симптомов не было. Запахи вернулись? Вернулись не быстро. Я ожидала, что они вернутся гораздо быстрее. Они вернулись, наверное, может быть, месяца через три с половиной, через четыре только. Но я думаю, что ты принимала какие-то же меры, ты же по отношению к себе. Принимала те меры, которые рекомендуешь пациентам? Ну, во-первых, я их выяснила, эти меры, что они, да, существуют, и что какие-то клинические исследования всё-таки уже есть. Ну, как обычно, зарубежные и российских нет. Да, это была обонятельная гимнастика, эфирные масла до сих пор у меня ещё на полочке стоят. И помимо, ну, витамин Д, цинк, это как бы само собой дополнительно ещё был в хорошей дозе витамина А. Тоже здорово. Слух буду зачитывать вопрос. Ковид и суицид. Ковид и суицид. Что скажешь? Есть ли какие-то моменты, моменты, связанные с этим? Обостряет ли суицидальные мысли? Вообще, кстати, я не смотрела статистику, вырос ли суицид или не вырос. Ну, скажи своё мнение. По логике, да, что такое суицид? Это самое частое осложнение депрессии. Если у человека уже депрессия была до коронавирусной инфекции, плюс усугубление. И нужно понимать, что помимо того, что человек переболел и какие-то осложнения, может быть, получил на нервную систему, получил ухудшение психического своего статуса. Часто ещё это сопровождается потерей близких. То есть заболели вместе, кто-то вернулся из ковид-госпиталя, а кто-то не вернулся. Это всё наслаивается друг на друга. И да, тут суициды могут быть чаще, чем до этого. Ну и плюс, наверное, ещё моменты, связанные с общей ситуацией. Потому что как во времена перестройки были уровни инфарктов, инсультов, когда у людей разрушилось на глазах государство, в которое они верили, в котором они жили, так и сейчас. Цифровизация, тотальный контроль, и люди... Идёт трансформация мира глобальная. И это тоже вот этот психоэмоциональный фактор, давящий очень сильно. Поэтому мне кажется, что скорее... И экономическая история. Многие потеряли доход, многие потеряли работу. Кто-то потерял значимую для него возможность путешествовать. Кто-то потерял связь с близкими, живущими в ближнем, дальнем, любом каком-то зарубежье. Это тоже тяжёлая история. То есть здесь скорее, ну, на мой взгляд, непрямое влияние самому вируса на какие-то структуры головного мозга. Хотя, может быть, мы и узнаем об этом. А здесь скорее влияние каких-то вот этих вот факторов общечеловеческих. Так. Клочьями лезут волосы после ковида. Ну, если можно, я вкратце вам скажу, что по большому счёту это нормально. Ну, в каком плане нормально? Организм затрачивает ресурсы на восстановление других каких-то своих истощённых структур. что волосы? Волосы — это и анемия, да, это потеря железа, и его расход тоже на процесс воспаления. Это качественный белок, который нужно возмещать там, где он потратился, в мышцах в первую очередь, потому что болезнь берёт из мышцами на кислоту для жизнедеятельности. А волосы для организма не очень важны, он оставляет их на потом. Поэтому постковидное восстановление волос, оно, конечно, имеет место быть, но только в комплексе, да, с целым восстановлением. Но по твоему опыту что с волосами? Да, длительно, и если брать ту статистику, которая вот у меня из личного окружения, ну, то есть те люди, с которыми я много контактирую и могу там статистику собрать, до полугода. Но я ещё помню в студенческие времена от многих трихологов слышала, что если был какой-то инфекционный процесс, неважно какой, который сопровождался существенным повышением температуры тела, то, да, это приводит к повреждению существенного волосяных луковиц. Насколько это так, я не знаю, но суть в том, что если луковицы повреждены, то, да, они выпадут, ну, слава богу, точнее, волосы выпадут, слава богу, что не все разом, а постепенно. Ну, тут просто ещё фазовый рост волос, да, волос переходит в другую фазу. и выпадение волос, друзья, вы же не забывайте, что за счёт чего выпадает волос, в том числе за счёт того, что его снизу подталкивает новый растущий волос, поэтому иногда выпадение волос бывает уже тогда, в тот момент, когда ваша болезнь перешла, наоборот, в хорошую фазу восстановления, то есть вы уже начинаете восстанавливаться, снизу идёт рост нового волоса и старый волос, который уже не живой, он уже погиб, но он ещё находится в толще кожи, и он постепенно оттуда выходит, выпадает, потому что снизу его подталкивает новый волос. В любом случае, это общее системное воздействие на организм. Вопрос, как выполнять обонятельную гимнастику? Вкратце поделись, пожалуйста, что именно нужно делать? Диффузор включать или тереть на ладошки, или что, или наносить на одежду вместо духов? Какие варианты? Из рекомендованных, то есть можно просто открутить крышечку флакончика с эфирным маслом и вдыхать каждой ноздрёй в течение 10 секунд каждый аромат. Например, вы выбрали 4 аромата или 3, которые вам знакомы. То есть 10 секунд вдыхаете, например, лимон, представляете себе лимон, можете даже там представить, как его разрезали, как брызнул сок и вспоминаете этот запах. То же самое, 10 секунд прошло, Дальше пошла мята, например, мята, потом, не знаю, там роза, у кого что, кто что помнит, какие запахи знакомые есть. Или там какие-то хвойные, может быть, эвкалипт, кто-то помнит, кто-то помнит и только пихту. В общем, кому что нравится. Это делается по 10 секунд каждый аромат, 3-4 аромата ежедневно. А нужно ли, например, нос промывать перед этим, может быть, морской водичкой или нет, просто в покое? Если каких-то выделений нету из носа и свободное носовое дыхание, то есть нет заложенности, то, может быть, необходимости в этом и нет. Если у человека прямо есть ринит, в том числе какой-то хронический может быть ринит, возможно, что и очистить слизистую не помешает для лучшего восприятия. Ну, вот примерно от такого плана гимнастика. И если через 3 месяца ежедневных занятий ваше обоняние не восстановилось или хотя бы не улучшилось, через 3 месяца рекомендуется поменять ароматы на иные. А, то есть каждый день менять не надо, надо выбрать на нет. Это важно, потому что я думала, может быть, Настя, у меня там, не знаешь, 10 есть, может быть, там сегодня одни, завтра другие. Запомнили, друзья? Духи там все подряд нюхать не нужно, нужно выбрать что-то, вот что вы помните. Ну, наверное, духи я бы не посоветовала, потому что духи все-таки, во-первых, в массе своей это синтетика, это синтетические молекулы, во-вторых, любые духи это сложно сочиненная пьеса, это не моновещество и разобрать те или иные ноты в сложном аромате иногда не под силу человеку со здоровым нюхом, а уж с поврежденным обонятельным анализатором, ну, пожалуй, не стоит. Кстати, обращаю внимание ваши, друзья, что с чем вы сталкиваемся еще сейчас в обычной, абсолютно в обычной жизни, что некоторые люди, у которых, по всей видимости, повреждено обоняние, они заливают просто себя духами до умопомрачения. Вот, если у вас проблемы с обонянием, вы лучше на себя духи не лейте совсем, потому что некоторые, и даже многие по опыту моего похода, там, спортзал, еще бывание в каких-то общественных местах, люди не контролируют, что на них количество духов совершенно не соответствующее ни времени суток, ни ситуации, ничему. И я, они-то такие люди и до ковида встречались, но как-то их до этого было намного меньше, а сейчас мне кажется, что злоупотребляющих ароматами стало больше именно потому, что люди необъективно оценивают этот запах вокруг них, вот эту ауру, эфирную, эфирную ауру. Вы говорили про масла, но когда я скажу обоняние, его невозможно вдыхать, масла пахнут отвратительно. Что скажешь? Это уже, получается, обоняние, значит, есть, то есть оно уже есть. Есть ли все-таки извращение? Ну, тут сложный вопрос. Вариант играть с ароматами и все-таки пробовать другие, которые не будут вызывать отвращение. И все-таки представлять себе источник запаха. Если вы понимаете, что вы открутили крышечку у лимона и вас просто воротит, ну, тогда пробовать что-то другое. Но сам факт того, что пусть обоняние извращенное, но оно есть, это уже повод порадовать. Особенно, если до этого вообще ноль. То есть вы вообще не чувствовали вообще ничего. Там не отличали луковицу от яблока. Сейчас ОРЗ. Три дня температура. Чем поддержать организм? Абсолютно бесплатная схема есть у нас на сайте первой школы биохакинга. Зайдите туда, там очень много бесплатной информации. Возможно ли, что ковид обостряет хронические заболевания? Ну, я думаю, это, может быть, ты с точки зрения неврологии ответишь. Какие именно хронические неврологии? Ну, в принципе, мы об этом поговорили, да, что начиная от остеохондрозов. Ну, я не знаю, может быть, про тяжелую патологию неврологическую какую-нибудь, скажешь там, или наоборот, ее мало. Какой-нибудь там условно рассеянный склероз. Ну, я так сейчас прям тяжелую артиллерию. Обостряет, не обостряет, ухудшает, не ухудшает? Зачастую ухудшает, потому что у пациента с рассеянным склерозом они еще и боятся больше, чем другие. Они понимают, что у них другое состояние в умной системе, что они препараты получают, влияющие на иммунитет. Конечно, они не боятся и осложнения получают. Много очень случаев, когда деменция, например, деменция была такая вот начальная, которую даже не замечали родственники. То есть, ну, там бабушка тихонечко дурила, как они говорят. То есть, где-то невпопад скажет, где-то три раза один и тот же анекдот расскажет. После коронавируса, неважно в какой форме, в легкой, в тяжелой, в минимальной, наступает вся развернутая картина деменции. Вот, пожалуйста. То есть, полный неадекват с необходимостью постоянного контроля, что кто-то присутствовал, там, наем персонала, ухаживающего и так далее. Вот деменция, декомпенсация четко. Ухудшение течения полинеэропатии, да, это касается диабетической и любой другой полинеэропатии. Учащение болевых синдромов, таких как мигрень и головная боль, напряжение. Особенно это касается осложненных, хронических, когда есть злоупотребление анальгетиками. То есть, лекарственные обузы, лекарственная индуцированная боль. Однозначно будет учащение усиления. Потому что сам факт болезни, провокатор, стресс и некие какие-то взаимодействия межлекарственные. Если еще и полечили с помощью антибиотиков, в том числе легкие формы, как это было широко распространено. Так и сейчас распространено. Ты что? Я постоянно с этим сталкиваюсь. Постоянно. Первое, что назначается, это цехтриаксон. Это самое малое, просто вот минимум-минимором. Да, а так и карбопинемы, и что только не назначается. Смотришь, иди, и удаешься. Еще ничего нету, там близко, ни намека нет на бактериальную флору, но антибиотик это прям святое. Докмедиа это прям святое, но значит антибиотик даже разговора нет. Буквально пару слов в завершении нашего эфира. Ну, в первую очередь, конечно, спасибо большое за приглашение, потому что всегда очень интересно пообщаться тесно и достаточно на протяжении длительного времени. И пожелать хочется всем, кто столкнулся с неврологическими осложнениями инфекции, все-таки не только обращаться к неврологам, но и самостоятельно читать, вникать, выяснять, сдавать анализы, восполнять свои дефициты, пополнять свои запасы и дать организму, как я обычно говорю, расходники, расходные материалы, с помощью которых он большую часть вопросов решит сам, нужно только дать. Расходные материалы, это очень круто. Друзья, я в очередной раз поздравляю вас с тем, что час времени вы уделили себе своим знаниям, своему собственному здоровью, повысили свой интеллектуальный и медицинский уровень, да, чуть выше базового. Ольга Лисенкова ждет вас у себя в аккаунте, который называется невролог Лисенкова, вы можете найти ее у меня в подписках или можете найти в предыдущих сторис, где была ссылочка на сегодняшний эфир. Можете просто ввести в строке поиска Инстаграм русскими буквами невролог Ольга Лисенкова и я уверена, что вы попадете обязательно на Олину страничку. И, конечно же, аккаунт Ирина Баранова, Баранова, два подчеркивания, Ирина, пытаюсь избавиться от фразы нижнее подчеркивание, потому что подчеркивание, оно и так нижнее, верхнего подчеркивания у нас не бывает, Баранова, подчеркивание, подчеркивание, Ирина, аккаунт в Инстаграм, и, конечно, мы ждем вас на YouTube-канале, на YouTube-канале Первой школы биохакинга Ирины Баранова и на YouTube-канале Ольги Лисенковой, где очень много интересных видео, посвященных неврологии.